День с толком Они заплатят Убийцы Михаила Седова получили тюремные сроки и миллионные счета за моральный вред День психического здоровья Выясняем, насколько здоровы жители края В Барноле вынесли приговор убийцам Михаила Седова Дело рассматривали в краевом суде Михаил Поспилов проведет 18 лет своей жизни в колонии строгого режима Его приятель Евгений Кочергин 16 лет Кстати, сегодня было самое быстрое заседание по резонансному убийству Спустя несколько секунд после его начала суд удалился в совершательную комнату Подробности расскажет Ирина Корчагина Мертвая тишина Родственники убитого и убийцы вместе ждут решения суда Преступление, которое взбудоражило весь город, произошло в октябре 2018 года В гаражном кооперативе на Малахова 22-летние Михаил Поспилов и Евгений Кочергин Напали на Михаила Седова Они нанесли несколько ударов монтажками по своей жертве Затем загрузили Михаила в его же автомобиль Увезли в лес и там нанесли еще пять ножевых ранений Седов скончался, ему было 38 лет Тело нашли через два дня, недалеко от поселка Булыгина Жуткие подробности медицинской экспертизы Жене и матери Седова пришлось выслушать еще раз Кочергин и Поспилов виновными себя не считают Кроме того, на одном из заседаний они потребовали коллегию присяжных заседателей Видимо, рассчитывали на смягчение приговора Убийство Поспилов и Кочергин совершили с целью наживы Но машину Седова, Субару, которую эксперты оценили в 615 тысяч рублей Разбойники почему-то бросили возле поселка Власиха Забрали только 2000 рублей, атаковаться на жизни Теперь парням придется платить самим Каждому выставлен счет более 2 миллионов рублей за моральный вред Никакое решение суда не вернет ни мужа И отца, но и дети Поэтому я считаю, что они недостойны жить на этой земле На протяжении всего заседания Евгений Кочергин закрывал лицо кепкой Михаил Поспилов периодически краснел Кстати, Поспилов как-то признался, что с детства хотел стать летчиком Но судьба такова, что сначала он устроился осенизатором А теперь станет заключенным В ближайшие 18 лет полетать не получится Ирина Корчегина, Алексей Фризин День с толком Самоубийство, убийство, шокирующие окружающих поступки Все это порой следствие душевных болезней Сегодня по всему миру отмечают День психического здоровья Дарья Эйдемиллер решила выяснить Много ли в крае людей с психическими расстройствами И почему осенью они становятся заметней Вот смотрите, еще один голодранец Им что тут, медом намазано что ли, а? Это видео своего рода флешмоб Молодой человек, на нем КВНщик, а его выходка – шутка Но в начале недели за прогулки в костюмы Евы Полицейские задержали девушку Она отбивалась и вела себя громко Подобные инциденты часто происходят осенью Именно в это время года обостряются все заболевания В том числе психические Кстати, статистика по числу больных в России и нашем регионе Почти не отличаются Истинных вот наших психов, да, это больных шизофренией Их ровно столько же А если говорить о не психотических формах психической патологии Это такие, так называемые, пограничные расстройства Ну, наверное, слышали это Тревоги, депрессии, неврозы То их, конечно, у нас побольше Раза в два, чем вот по Российской Федерации И неврозы молодеют Все чаще за помощью обращаются студенты Из-за нагрузки ритма жизни их нервная система сбоит От пограничных расстройств не застрахован никто А вот шизофрения чаще всего заложена генетически В Алтайском крае 3% человек с диагнозом шизофрения В Барнауле с таким диагнозом живет 3000 человек А это значит, что где-то рядом с нами есть человек Внутри которого живет несколько личностей Сложнее всего не пациентам с психическими отклонениями А их родным свою историю рассказала нам Марина Она не захотела показывать лицо Потому что проблема ее мужа – маниакальная ревность В каждом действии женщина и ее супруг видят попытку измены Говорю, самое страшное в этом то, что человек в себе нафантазировал И он живет в мире фантазий И убежден, что он прав А все остальные хотят ему только навредить Поэтому он не соглашается на лечение А он убежден, что мы хотим превратить его в овощ Таблетками И это нам надо лечиться, а не ему Пограничные расстройства, неврозы, депрессия Тоже могут стать причиной серьезных психических проблем Если вовремя их не заметить Если вы вдруг стали замечать, что какие-то симптомы у себя Скажем так, что вы стали раздражительны Вы не справляетесь, еще какие-то стали хуже спать В первую очередь, конечно, нужно за помощью обратиться к специалистам Речь идет о психологах Если они помочь не смогут, то психотерапевт назначит более сильное лечение Секрет психического здоровья, как и любого другого, профилактика Главное вовремя прислушаться к себе и понять, что что-то не так Дорида Миллер, Александр Антропов, День с толком Со следующего года налог на недвижимость будут начислять по-новому На минувшем заседании депутаты Гордумы приняли коэффициент выплаты в 0,3% Это верхняя планка, предложенная федеральными законодателями С решением были согласны не все депутаты Гордумы В споре даже взывали к совести и переходили на личности А что в итоге решили, смотрите далее Они 7 лет не платили налог на недвижимость Речь про жителей домов, построенных после 2012 года Тогда перестали рассчитывать инвентаризационную стоимость И те объекты, которые не успели посчитать, налогом не облагались Теперь фискальная политика меняется Расчет налогов будет производиться от кадастровой стоимости Местным депутатам предложили выбрать процентную ставку по налогу От 1 до 0,3% И народные избранники Барнаульской Гордумы внесли в проект сразу максимально возможный коэффициент Некоторые соседние регионы, они на год раньше перешли И те, кто установил коэффициент 0,1 Они по поступлению в бюджет достаточно сильно провалились У нас доля имущественных налогов в нашем бюджете, она очень-очень серьезная По новому порядку собственники будут платить только за часть имущества Не будет облагаться налогом 50 квадратных метров для индивидуального жилого дома 20 для квартиры, 10 для комнаты Тем не менее, не все депутаты поддержали проект Сегодня в регионе с одними из самых низких зарплат может быть установлена ставка в 0,1 А впоследствии она может корректироваться в любую сторону Исходя из складывающейся практики получения каких-то дополнительных данных Болезненный вопрос вызвал недлительные дебаты В которых фракции и взывали к совести, и переходили на личности Мне иногда было непонятно, когда один и тот же депутат говорит, с одной стороны, о том, что нужно какие-то вопросы решать в городе Барнауле А с другой стороны, о том, что не нужно работать с налогами Но Елена Викторовна сегодня мне, в принципе, все разъяснила Когда она говорит о том, что налоги и бюджет – это невзаимосвязанные явления Тогда мне понятно, поэтому у меня предложение провести соответствующую учебу, может быть, ряда депутатов Не надо разъяснять, или не Викторовне Она в курсе, просто перекладывать не надо Это мы перекладываем снижение налогов с частных домов на многоквартирные Но если сейчас сделать популистское решение и поставить сразу 0,1, у нас до 200 миллионов может выпасть налогов Впрочем, это все меры предосторожности Депутаты сами не знают, сколько потеряют от налогов после новой оценки имущества Ведь ее еще не провели Пока большинством проголосовали за предложенную максимальную ставку Народные избранники уверяют, что ее пересмотрят после переоценки недвижимости А будет это или нет? Посмотрим, поживем, увидим Илья Кочетков, Андрей Дреер, Николай Шилко, День с толком У барнаульских автобусов и троллейбусов совсем скоро может появиться отдельная полоса на дорогах Правда, пока не везде, лишь на проспектах Ленина и строителей Проект разрабатывает мэрия города Для выделения дополнительной полосы, правда, придется убрать свежеотремонтированные остановочные карманы Кстати, точных сроков появления отдельной полосы в мэрии не называют А мы тем временем решили узнать, у водителей, автобусов и автолюбителей, нужны ли дорогам города такие перемены Будет вам удобно, вот как водитель? Конечно, будет удобно, желательно бы так было А чем именно это будет удобно? Для движения проще будет На однополосном периодически мешаются, у них скорость низкая, обязательно удобно, так-то да То есть было бы это удобно? Ну да Не нужна полоса нам А почему? Будут пробки еще больше Еще больше, думаете, будет? Дело же по Ленинскому, уже раньше полосу, было еще хуже Проще было бы движение, по своей полосе бы ездили и все А то же они ныряют туда-туда, туда-сюда, туда-сюда, то вправо, то влево Ну их как, их тоже можно понять У них что, вот еще от графика, что они ныряют, где-то не успевают Где пробки, там и надо делать, что-то придумывать В этих местах Более оживленные Да, утром пробки и вечером, где пробки создаются, там что-то надо думать Если Магомед не идет к горе На улице Фурманово под окном частного дома вывалили несколько тонн земли Жительница частного дома не знает, что теперь делать с таким подарком Ведь кучи мешают сливу воды, к тому же рядом протекает река Пивоварка, которая тоже оказалась засыпанной Она розовая была, бирюзовая, белая была Прозрачная очень редко Елена помнит все метаморфозы Пивоварки Река протекает возле ее дома на улице Фурманово Теперь вода засыпана глиной Движение реки почти остановилось И, говорит женщина, скоро здесь образуется болото Несколько тонн земли кто-то выгрузил прямо перед дома Говорят, приезжало пять Камазов Пришла с работы уже в шесть часов Вот это, пять куч уже этих лежали Соседи видели, и с малинки видели, что возили Ну просто они думали, что они как-то что-то там засыпать, что-то будут Кто оставил после себя кучки, Елена даже не может предположить Она бьет тревогу Из ливневок сюда стекает вода, и теперь ей больше некуда уходить А когда людей начнут топить, они начинают бегать сюда, проверять, почему их топят И мы же виновны, потому что наш крайний дом стоит И мы, получается, что мы виновны в этом во всем В администрации железнодорожного района о проблеме знают Говорят, будут вести расследование Получается, что пока семье ничего не остается, как вызывать трактор Только аренда вводит в несколько тысяч рублей Тем временем в ТСЖ Елене посоветовали самой раскидать кучу лопатой Хоть какие-то плюсы в этой ситуации нашли кошки Четвероногие облюбовали кучки, как туалет Ирина Корчегина, Николай Шелко, День с толком От мистики к точным областям трехдневный фестиваль науки открылся в Алтайском крае В образовательных учреждениях региона для школьников и студентов проведут разнообразные познавательные программы Кстати, в этом году Дни науки посвящены Менделееву и 150-летию открытия таблицы химических элементов На фестиваль побывала Полина Жданова Вот берем, например, вот у нас три раствора, да, марганцовки Марганский склад, это водный обычный раствор Я беру восстановитель, восстановитель, сульфит натрия И добавляю в первый, например, просто без воды Сейчас образовался такого цвета интересного, такого светло-желтого, да Но это называется химический лимонад Химические эксперименты стали доступны 150 лет назад, когда Менделеев изобрел периодическую таблицу В честь этой важной для науки даты трехдневный фестиваль открылся химическим шоу Помимо развлечений на Дне науки презентуют и серьезные исследования алтайских ученых разных вузов края А также обсуждают модернизацию школьных научных кабинетов Мы сегодня начали программу в рамках одной из инициатив губернатора Современная школа Алтая Эти 10 инициатив по развитию образования в Алтайском крае Обновление предметных классов химии и физики И 4 года подряд мы по 25% школ будем полностью обновлять Вот это предметное инфраструктурное содержание деятельности учителей химии и физики Но химия и День науки не ограничивается По всему региону открылись больше 30 образовательных площадок И проводятся больше 200 мероприятий Их цель – популяризация науки среди школьников Кстати, некоторые из них уже определились со своими научными интересами Физика, информатика Мне интересна физика Мы поступили в класс физики и информатики А вот чем вам интересны эти науки? Наверное, связать хотим с будущей профессией Чтобы связать с этим жизнь Фестиваль проходит в Алтайском крае уже 10 лет День науки привлекает школьников множество мастер-классов А вот для студентов это возможность Ближе познакомиться с научной работой И выбрать область для собственных исследований Полина Жданова, Илья Халяпин День с толком Сегодня в Барнауле собралось больше 800 специалистов В области информационных технологий В Театре драмы торжественно открылся 12-й Алтайский региональный IT-форум Ближайшие три дня здесь будут обсуждать Текущие проблемы и перспективы отрасли Особое внимание в этом году уделили Насущному технологиям умного города Внедрению цифровой экономики в сельское хозяйство И другим областям В первый день было подписано соглашение между компанией 1С Краевым министерством цифрового развития И Алтайским госуниверситетом О подготовке кадров для цифровой экономики У нас будут созданы центры компетенции Которые будут поддерживать подготовку IT-специалистов, программистов, сис-админов И специалистов в области 1С Которые позволят нам решать Встающие перед нами задачи Форум продлится до 12 октября На 9 площадках На одной из которых также пройдут киберучения Участников научат отражать информационные атаки Илья Кчетков, Николай Шелко День с толком На сегодня это все Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза Компания Валар Смотрите нас также в Ютубе И в социальных сетях Смотрите и подписывайтесь До встречи